My students Вечным студентам передает привет Особенно своему Руководителю по курсовому По теоретическому механизму машин С которым я лет 45 тому назад Делал прибор Разрабатывал для измерения давления Медицинский прибор На основе трубки Бурбона И стрелочки, как у часов Показывался столическое и диастолическое давление Две стрелочки было И двух упорненьких Выщетили его на пять Хочется вспомнить добрым словом Моего руководителя по этому проекту Измерение давления Ну, поскольку измерение давления Это у нас не только идет В медицинской студии И вот спустя Я Вспоминая своего преподавателя Я решил в честь его Первую свою запись посвятить ему И предложил прибор Который был Мною разработан в 2002 году Для измерения давления Уже в реакторах Давления Измерение давления Таких реакторов Соответственно на большом расстоянии И длинный кабель РК На него наводится Поскольку там на полигонах И на всех предприятиях Существует 380-220 Вольт И оборудование выключается Поэтому большие помещения На Постовый образ Приходит На регистрирующий прибор Приходит Поэтому предлагается Вот такая схема Для измерения давления Не знаю насколько Видно будет Это мой первый опыт Хема мостовая Вот оно и в сопротивлении На него действует давление Это такое И вместо одного кабеля Вот этот кабель Вводится еще Избыточность такая Второй кабель Вводится тазоусилитель Депрессора И уже с него снимается с нагрузки, снимается на электронных службах. Ну, с памятью, естественно. Схема простая, довольно-таки всем понятная. В качестве датчик D. Это был использован датчик цифровой CLH-415-410. Линии слезы кабели LK-50. Усилитель LK-416. Акционограф в тифровик. Нагрузка в СООМ. Ну, вот, показана камера, как соединяется датчик с камерой. Ну, просто привинчивается. У него есть резьба. И датчик привинчивается к реактору, где производится, где создается датчик. Вот таким образом устроен прибор. И испытание этого прибора показало, что никаких поверхностных объектов нет. Поскольку усилитель сельфазные сигналы не сажает в двух кабелях. А противопадный он удваивает на выходе. Ну, конечно, схема была сложнее, чем это выглядело. Там еще был масштабатор сигнала, масштабировала. Аналоговый струкнователь плата. И стояла она в ОВМ лабораторный. И все это регистрирует память машины. Вот такое вот устройство, плосенькое. Это устройство показало очень хорошие результаты. На поле выпуска, то есть, в производственных производственных условиях. Поэтому, вот рекомендую тем студентам, которые занимаются измерением давления в замкнутых и даже в замкнутых посудах. Динамическое давление, конечно, изменяется. Потому что в реакторах может изменяться процесс очень быстро. В замкнутом, не разводном реакторе. Поэтому, вот устройство данное, оно довольно быстродействующее. Поскольку, ну, ферма Тестронис, она выпускает сейчас регистраторы, очень хорошие. Согласный регистратор с памятью быстродействует достаточным для обеспечения скоростей соответствующей скорости проходения давления. Вот таким образом. Если мой опыт, вот, понравится, то в дальнейшем я буду совершенствовать предложение. Буду еще для студентов предлагать. Прошу, соответственно, отзывы. Если кому понравится, значит, можете ко мне обратиться с вопросами. Соответственно, на мою страничку не следует. Всем доброго здоровья. И почаще вспоминайте своих наставников и тех преподавателей, которые вас учили, обучали, начиная с школы и дальше техникума по институтам. Это будет большая польза для вашей карьеры. Всего доброго и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok